Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на канале Тактик Медиа я Михаил Тимин и военный историк Михаил Поликарпов. Михаил, приветствую. Добрый день. Михаил, мы сегодня с вами решили поговорить о военной литературе, посвященной как раз событиям в Боснии, Хорватии и так далее, о которых мы говорили не так давно в ролике. Да. О чем речь? Сегодня мы поговорим об одной книге, в которой рассказывается о иностранных наемниках и добровольцах, наемниками их называет сама книга, это не выдумываю, кто воевали в Хорватии в Боснии. Очень интересно. Вы уже затрагивали тем более этот вопрос в прошлой передаче. Главным героем этой книги является Кит Фрейман, человек действительно там воевавший. Это документально подтверждено съемками, которые были проведены тогда во время войны. И человек засветился. Я хочу рассказать о сюжете этой книги и о том, как я разбирался, что здесь правда, а что не совсем. То есть вас эта книга заинтересовала, в том числе, как очевидца событий, происходивших в то время? Да. Книга написана была в 90-е годы. В 97-м году мне ее привезли из Британии. С тех пор она у меня есть. И некоторые моменты мне удалось уточнить только недавно. Немного о сюжете. О Ките Фримане рассказывается в третьем лице. Автор, который указан на обложке, Кейт Кори Джонс. Я выяснял, это никакой не писатель и не журналист. Вообще это торговец военным снаряжением из Бристоля. И если он действительно писал эту книгу, то он общался с участниками, но книга написана очень профессионально. Не похоже, чтобы торговец впервые взял и так написал книгу. Похоже, что они пользуются услугами какого-то райтера. События начинаются, как ни странно, в Албании, где собирается группа британских наемников и австралийских добровольцев, хорватов из Австралии, которые выполняют в том числе функции переводчиков. Тринадцать человек собирается в Албании, после чего они на лодке, плывя по ночам, плывут мимо побережья Черногории в Сплит. То есть они по морю плывут, да? По морю плывут. Мимо Черногории, который входит в Югославию, дальше мимо территорий, занятых серпами-хорватами, они приплывают в город Сплит, где их ждут, и там они совершают первую операцию. Они летят на вертолете где-то на территорию долины Морске, в Велле, где-то, как названа нейтральная зона, действительно, на границе между Хорватией и Боснией. Потом они совершают марш на авиабазу в Монстере, где, как описано в книге, проводят операцию, уничтожив три самолета, взорвав. Ничего себе! Потом они возвращаются в Сплит, находятся здесь несколько недель, там идут какие-то переговоры. Потом они совершают большой марш вокруг Боснии Краины, через Загреб, до города Осиек. Здесь они участвуют в боях, где Кит Фримен получает ранения. После подписания перемирия они совершают аналогичный крюк, приезжают в Боснии, точнее, в Герцеговину. Герцеговина — это южная часть боснийского треугольника, где он в дальнейшем воюет, потом он возвращается в Англию. И меня, собственно, заинтересовало, что же в этой такой мощной одиссе этих наемников, правда. А этот товарищ, он был британский солдат. Да, он одно время служил в британской армии, пытался сдавать экзамен в САС, у него не получилось. Потом он служил в Легионе, не дослужил во французском Легионе, не дослужил что-то до конца срока. Ушел на вольное хлеба, занимался какими-то сомнительными делами, а потом уехал воевать в Хорвати. Во-первых, меня заинтересовало, когда же все это было. Дело в том, что в этой книге нет ни одной четкой даты. Но внимательно посмотрев, я нашел два якоря. Первое — Кит Фридман был ранен под осиеком за день до своего дня рождения. Мы знаем, что это какое-то число — это в конце марта, год не указан. И потом упоминаются бои за Купрес. Это в Южной Боснии. А с боев за Купрес началась война в Боснии. Мы точно знаем даты. Бои за этот город начались 3 апреля 1992 года. Там шли до 11 апреля, где-то 8 дней. Соответственно, в конце марта, когда были бои за Сиек, это был 92-й год. Весна 92-го года. Действительно, все очень логично. Тогда же весной 92-го года в Хорватии заключается перемирие. Бои там угасают. Война переходит в Боснию. Мы отматываем назад. Понимаем, что, видимо, операция в Мостре была зимой. Возможно, даже конец 91-го года. То, что он упоминает зимний ветер. Несколько недель в сплите. И мы понимаем, что, видимо, осенью они совершили этот невероятный заплыв на моторной лодке. Они проплыли очень приличные сними, наверное, в 200. Для книжки было бы прикольно, если бы он написал, что они на веслах шли. Нет. Там упоминается именно моторная лодка. Я проверял по данным. Такая лодка может вместить такое количество людей. Дальность хода позволяет сделать это путешествие. Что меня в этой истории очень смущало. Не самый легкий путь они выбрали для того, чтобы поехать в Хорватию через Албанию. И если в Хорватии там чувствуется эффект присутствия, они там были, там видно по разговору, по описанию деталей, там есть маршруты, которые, я бы выверял, очень точно соответствуют тому, что было в то время. Географии, да? Да. С учетом географии боев. Не просто географии, географии с учетом линии фронта. То по Албании нет такого эффекта присутствия. На это же как бы все не подошьешь. Это верю, не верю. Но, по крайней мере, понятно, что событие происходит где-то в конце 1991 года. А предполагается, что они плывут на моторной лодке по ночам, а днем сидят на берегу. Это населенный пункт Малунат на самом юге Хорватии. Но дело в том, что Малунат был занят сербами. В тот момент, да? И после того, как мы смогли установить примерное время событий, понимаем, что детали, которые здесь описаны, они невозможны. Он не мог останавливаться с отрядом в населенном пункте, который был под противником. Я думаю, что они добирались к каким-то иным способам. Версия с Албанией сделана для того, чтобы не светить... Этот путь. Да, канал. Заброски. Заброски. Операция с монстром. Она достаточно загадочная. Мне пришлось пообщаться с сербскими историками и офицерами, которые воевали под монстром. Дело в том, что вообще война в Буснии, война в Югославии, она описана не очень хорошо. Но некоторые ее операции, сектора, в частности, операции ВВС, мы знаем очень точно. А вы рассказывали про это. То есть мы знаем все погибшие самолеты и вертолеты на этой войне. Их было не так много. На авиабазе в МОСТР не было никаких ЧП, не было никаких аварий, которые можно было бы списать на действие какой-то депрессионно-разведанной группы. Более того, что меня смущает в этой операции, Кит Фриман, будучи опытным бойцом, он бы не пошел на такую безумную операцию без проводников или когностировки. Это как быть заброшенным в тыл в незнакомую страну, идти непонятно куда. По описанию они, вот группы наемников идут и все успешно делают. Ну тоже идут по ночам, днем прячутся. Она невероятна. В то же время… Но туда-то дойти, может быть, они и смогли, а вот обратно уйти, наверное, уже было бы сложно. Ну я думаю, даже туда пройти было бы сложно незамеченным. Понятно. Как ни странно, я смог найти упоминание об одном иностранном, видимо, американском наемнике, который погиб в боях под мосором при штурме авиабазы. Но это числится все осенью 1992 года. То есть через полгода после событий, да? Ну как бы не через год. Но я общался с сербскими офицерами, которые в это время воевали. По их мнению, люди, которые это написали, совсем правы. То есть этот наемник погиб, скорее всего, в боях на плато, с которого виден аэродром. Но это не бои за авиабазу. Это бои рядом и перепутали. Ну то есть и это все произошло существенно позже. В конце 1991 года, да и в начале 1992 года никаких боев, никаких операций в районе монстра не было. То есть вторая сюжетная линия из этой книги, она не находит никаких подтверждений с тем, что могло быть на самом деле. Мы едем дальше, мы едем в город Осиек. То есть это такой серьезный путь уже мы проделываем. Он едет через Загреб, он там встречается с каким-то своим знакомым. Этот знакомый дает ему в провожаты одного неофициального американского военного советника, который известен как Граундхог Сорок, позывной. Они едут с ним туда, в Осиек, где обороной города, как описывают книги, командует Эдуардо Флорес. Мы рассказывали о нем, это самый знаменитый командир наемников, который возглавил отряд иностранцев, воевавших на хорватской стороне. Кит Фриман там действительно был и в каких-то операциях там участвовал. Теперь расскажем, какие интересные операции описаны здесь. Их две. Первый — это рейд на город Белый монастырь. Этот город находится на границе с Венгрией. Он был под сербами. Согласно этой книге, наемники совершили рейд. Там кучу чего постреляли, повзрывали, уничтожили два сербских танка на транспортерах. И они описали, как будто бы с территории Венгрии через этот город сербам идет оружие. Это совершенно невероятная история, потому что в Венгрии действительно поставляло оружие. Если кого-то атаковали, то своих товарищей по оружию. А в 20-х числах марта у него описан бой в районе города Сиек за великую пумпу. Это буквально насосная станция, где наемники совершают нападение на сербские позиции. Много чего взрывают, убивают, теряют несколько человек ранеными, наносит врагу большие потери. Опустошительный урон. И в итоге утверждают, что город Сиек не пал благодаря действиям Фримена, который доблестно предотвратил сербское наступление. Круто. Эпично. Что у нас тут не пьется? Дело в том, что в марте 1992 года на этом участке фронта была великая тишь. Никаких боев по сербским сводкам за это время не проходит. То есть там были столкновения, ДРГ, обстрелы. Никаких масштабных боев, никаких потерь у сербов. В этот день в бой за насосную станцию нет. Они не знают никакого рейда на Белый монастырь в это время с потерями. Опять не складывается как-то. Здесь бои были 3-4 апреля. Хорваты попробовали провести наступление, не очень удачное. По сербским сообщениям один отряд хорватов зашел на их территорию через территорию Венгрии. Но это сербская версия событий. Мы не знаем, что там было на самом деле. Может быть, был прорыв, а может быть, действительно зашли через территорию. Тогда что-то похожее на рейд, описанное здесь в Белом монастыре, действительно могло быть. Но это все проходит в апреле. И в это время наш главный герой должен находиться в этот день в районе города Куприс. Совсем повыточен. Извините, это 3 апреля. Здесь наступление хорватов, а здесь бои за город Куприс. Так и он же должен быть ранен, по идее. Правильно, но он там очень быстро идет на поправку. Есть фото его раненого. Если смотреть по этой книге, то после того, как он идет на поправку, они из Осиека идут в Загреб, отвозят туда на проражу часть оружия. Здесь достаточно цинично рассказывается. Возвращаются, а после этого опять делают такой большой путь. Приезжают сюда. По хронометражу они не укладываются в указанное время. Чтобы фигура здесь, фигура там, чек не может быть в районе Осиекова 20 числа марта. И совсем в другом участке фронта. В начале апреля. Внимательно почитав книгу, я нахожу в самом конце биографическую справку на главного героя. И там говорится, что он получил ранение в боях за город Госпич. Видимо, первое ранение. Первое ранение. А это были бои за город Госпич, это сентябрь 1991 года. Ого, это еще гораздо раньше вообще, чем повествование начинается, да, по сути? Да. То есть я к тому, что осенью 1991 года он уже находится в Хорватии. Это еще раз доказываю, что им нет смысла всем собираться в Албании, когда у нас главный герой осенью 1991 года находится в Албании. Он получает, видимо, второе ранение под Осиеком весной. А обстоятельства неизвестны. То есть это могло быть действительно нападение ДРГ. Случайный обстрел. Несчастный случай. Непонятно. Ни о каких боях под Осиеком, которые описываются здесь, сербам неизвестно. Это не находит никакого подтверждения. Эту часть героической эпопеи оставим на столе вести автора и тех людей, которые мы ее рассказали. Заключительная часть эпопеи, когда Кит Фриман и несколько людей из его группы возвращаются в Боснию. И здесь они участвуют в подготовке ополчения боснинских мусульман и в боях с сербами. На самом деле здесь книга очень четко повторяет сюжет «Великолепные семерки». Группа людей приезжает в деревню, за деньги готовит бойцов и защищает их. Без потери для себя уничтожают три банды черепников, воюют очень лихо. И вот здесь уже откровенно мифологичная история. Сюжет классический. А это в каком месте они воевали последний раз? Это район города Пасушье. Пасушье? Пасушье. Действительно, это находится в западной Герцоговине. Вот здесь примерно. Что у нас в сухом остатке? Ни один из эпизодов, ни путешествий этого отряда, ни его громких операций, которые здесь описаны, он не находит подтверждения в хрониках той войны. Это немножко грустно, но получается, что в этой книге практически нет ни одного боевого эпизода, на который можно будет опираться. Который вообще можно четко привязать к какому-то бою, столкновению или операции. Как объяснить то, что у нас описывается одновременно событие по досье, как мы здесь? У меня ощущение, что здесь описаны события глазами нескольких людей. Но автор не стал разбираться в этом. Он просто все смешал в куче. У него получилось, что некий реальный герой путешествует по различным участкам фронта. И творит чудеса храбрости. И творит чудеса. Кейт Фриман, вернувшись в Англию, так как он был наемником, этого не скрывал, имел проблемы с законом. Он получил штраф из правительной работы. Поэтому те люди, которые воевали в подразделении Фримана, они решили не светиться как герои. Они просто изложили свои героические охотничьи рассказы автора. А может быть и не автора, если это не Кейт Кори Джонс писал, а кто-то другой. И вот у нас получилась такая книга замечательная. Очень интересно. А книга представляется все-таки неким таким свидетельством. Да, это свидетельство, причем это свидетельство от третьего лица. Что это должно нас убеждать, что это объективность. То есть человек, который видит это все, он не совсем понимает действия Фримана. Он говорит, что там Фриман общается с каким-то человеком с австралийским акцентом. Мы на самом деле догадываемся, что там участвовало хорватское, возможно, мусульманское лобби из Австралии. Потому что действительно большое количество людей приехало воевать на ту войну из Австралии. Это парадоксально, но как на хорватскую сторону, так и на сербскую. То есть все показано, как будто бы взгляд со стороны из-за плеча. Но по сути, если разбираться, расставляя акценты, сличая с географией и хронологией событий, то ничего не выстраивается. Книга получается полностью как бы придуманной. Ну, кроме того, что он действительно был в Осиеке и там воевал. И это есть видео BBC 1992 года, что подтверждает это. Ясно. То есть чем-то они таким интересным там занимались, что все, что серьезное, рассказать не решили, судя по всему. Более того, я там анализировал фотографии, которые здесь есть и текст. И один из бойцов есть на фотографии, который хронологически соответствует моменту позже того, когда он был убит. То есть подписана фотография, а человек уже погиб. Уже погиб по ходу этой книги. Это тоже не бьется. То есть многообещающая книжка. Такая обложка, название, содержание. Но при глубоком изучении – зачарование. Понятно, что, видимо, использовали какие-то записи или там наговаривали им люди, но в итоге слепили какой-то такой нереальный продукт. Но справедливости ради проверить достоверность рассказов без привлечения перекрестных источников с другой стороны невозможно. Сейчас мне это удается, потому что я могу обратиться к сербским участникам. Коррид Джонс не мог это сделать. Можно сказать, что жареные факты, поданные в псевдо-документальной манере, которые старались у людей вызвать определенные эмоции и неплохо продавались. Но издательство закрылось, его сейчас нет. Понятно. На мой взгляд, очень показательно. Это говорит не только о данном конкретном продукте, а вообще о военных мемуарах, которые, как и я сам многократно убеждался, можно использовать только сугубо… Если в исторических целях мы используем, а не как некое художественное произведение, художественный вымысел, можно использовать только после того, как ты использовал известные документальные источники. Безусловно. Все мемуары должны быть привязаны к документальным источникам. Они должны перепроверяться. Если у тебя есть рассказ одного человека, желательно всегда использовать точку зрения второго человека, понимая, что оба человека могут ошибаться, у людей не идеальна память, у людей есть субъективный взгляд, все люди могут немножко подвергать, но два и более рассказов об этом и том же событии, они позволяют представить, что же там произошло. Могут. По крайней мере, позволяют. Михаил, книга на английском языке для англоязычного потребителя. Что она была в тот момент должна, по замыслу тех, кто ее писал, вызвать в англо-мыслящем человеке того времени? Для чего тут же ее писали? С одной стороны, там, конечно, идет очень сильная антисептская пропаганда. Это просто она пронизывает всю книгу в каждой странице этой книги, не хочу сказать с точки зрения. С другой стороны, она показывает британских участников этой войны не с самой лучшей точки зрения, потому что она показывает, что они наемники, они продают оружие на сторонах, они воруют, если что-то плохо лежит. Там открыто признается, что уносят все, что не было прибито гвоздями со своей базы. Я бы сказал, что как желтое чтиво. Какие лихие, жестокие люди воюют против еще более плохих сербов. Понятно. То есть плохие парни воюют против истинного зла и побеждают в итоге. Может быть, то, как показаны британские наемники и добровольцы в этой войне, должно внушить людям, наоборот, доверие к этой книге, как объективную источку. Их же не показывают рыцарями без страха и упрека. Показывают, что они такие. Обычные люди, может быть, чуть-чуть похуже, чем в среднем. Но даже такие ребята гораздо лучше этих зверей сербов. Любой из вас мог бы оказаться на его месте. Понятно. То есть неплохой сюжет для голливудского фильма, в конце концов. По большому счету. Для голливудского фильма можно найти более крутые сюжеты. Но, в общем, да. Хорошо, если бы он еще сюжет, как ты пересекался с сериальными событиями. Зачем? Для фильма или для такой книги он и не нужен. Указывают они эти города, которые есть на самом деле. Бои за Купрес действительно описаны. Что-то похожее. Упоминается, что у серпов сначала думали 12 танков, потом 25. Первая цифра ближе к стене, на самом деле, по количеству танков, которые сербы использовали. То есть бои за Купрес на южном участке фронта, они описаны человеком, который, по крайней мере, там был. Это не мог быть Кит Фриман, он просто не успел доехать туда из Осиека. Понятно. Такой, скажем так, не самый лучший, но образец пропаганды того времени. В общем, да. Спасибо большое. Было очень интересно. Приходите к нам еще. Я знаю, что у вас очень много таких историй. И не только таких, а гораздо интереснее. Спасибо. До новых встреч, друзья. Всего самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok